Днём четверга в авиагородке у остановки Дом ветеранов водитель Тойоты устроил ДТП, в котором разбил две встречные намарки и свою, только что купленную Карину. Виновник ДТП приехал в Хабаровске из посёлка Найхин в Нанайском районе, чтобы забрать седан у продавца. Судя по всему, после сделки 33-летний мужчина собирался вернуться домой. Он двигался по Матвеевскому шоссе со стороны аэропорта и сворачивал налево в направлении Комсомольского шоссе. Автолюбителю с 9-летним дорожным стажем нужно было пересечь две встречные полосы. И, похоже, он не заметил, что не обе были заняты. Подъезжали сюда к повороту и всё, он берёт и выворачивает. Его сначала серая, там, Хонда, бьёт его в крыло, заднее левое, но он успел немного проехать, его разворачивает, а я на тормозах, и мне всё равно деваться некуда. Ну, она его повернула, и я ему чётко в морду заехал. За рулём Исузо Форварда находился 28-летний местный житель. Шофёру автоцистерны удалось пообщаться с виновником ДТП. Мужчина рассказал ему, что не увидел встречной иномарки из-за яркого солнца, которое на миг его ослепило. Аварию записал видеорегистратор, даже на нём видны длинные тени, которые отбрасывают машины. Съёмка ведётся из салона Хонды. Почти борт-оборт с ней едет водовоз. Когда водитель Карины начинает манёвр, шансов не остаётся ни у автора записи, ни у его попутчика с первой полосы. Самый разрушительный удар остаётся за кадром. Седан, развернутый после бокового удара, сталкивается с автоцистерной лоб в лоб. В этом двойном столкновении пострадал сам виновник. Встречи с врачами он по какой-то причине совершенно не хотел. Ему всё равно вызвали скорую помощь. Судя по поведению, у мужчины болела грудная клетка. Тем не менее, осмотреть себя автомобилист не позволил. Сомнений в виновности приезжего не было. При повороте налево он должен был уступить дорогу всем. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.